Переходим к следующей теме нашего эфира. Будем говорить о политике Кремля, в этот раз в отношении Соединенных Штатов Америки. Долгие годы в Кремле рассказывают о том, что США это зло, зло мирового масштаба. Главной целью НАТО всегда была Российская Федерация. И эта тактика довольно успешно работает по сей день. Вот этого пропагандистка имею ввиду. Именно так россияне оправдывают вторжение своих войск в Украину, но в своих антиамериканских настроениях Россия, похоже, осталась одинокой. Международные экономические форумы в Петербурге, которые сами же россияне называли российским Давосом, своим присутствием почтили разве что талибы и президент Казахстана. Да и тот сделал заявление, которым дал понять, им с Россией не по пути. Подробнее смотрите в нашем материале. Во всех бедах виновата Америка. А НАТО со дня на день нападет на Россию. Об этом россиянам годами твердили с экранов телевизора, вы добились желаемого. Жители России охотно поверили словам Путина о том, что Альянс якобы размещает свое оружие и военные базы на территории Украины. И не начни он так называемую спецоперацию, а на самом деле войну в Украине. НАТО непременно бы напало на Россию. Вот и во время выступления на международном экономическом форуме в Петербурге российский президент посвятил больше времени вовсе не экономике своей страны, а западным санкциям, от которых сам же Запад и страдает. И, конечно же, во всем виноваты США. Соединенные Штаты, поразгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Эксперты считают, что антиамериканская позиция России связана с несколькими факторами. В первую очередь, Россия всегда позиционировала себя как империю, а не демократическое государство. Вот почему распад СССР Путин однажды назвал трагедией и распадом исторической России. Бывший дипломат Европейского Союза Роберт Купер в своей книге «Разрушение наций» назвал Россию, цитирую, «современным да современным государством». А философ Джон Грей характеризовал Путина так. Владимир Путин является лицом мира, непостижимого для современного западного разума. В этом мире война остается постоянной частью человеческого опыта. Смертельная борьба за территорию и ресурсы может вспыхнуть в любой момент. Люди убивают и умирают ради мистических видений. Вот почему западные комментаторы и либеральные россияне сбиты с толку так называемой специальной военной операции Путина в Украине. Джон Грей – философ. Продвижение антиамериканских настроений в Кремле, по мнению экспертов, стало неотъемлемой частью пропаганды. Это попытка оправдаться и подготовка внутренней аудитории, что мы воюем в Украине не с украинцами, а с НАТО. Это в дальнейшем даёт обоснование, почему проиграли в Украине, что против нас воевали американцы. В следующий раз мы точно покажем Кузькину мать. С другой стороны, это дополнительная мобилизация тех людей, а там многие ведут, что там воюют против НАТО, геев, биолабораторий, то, что вещает российское телевидение. Однако риторика кремля не находит отклика даже в странах с откровенно антиамериканскими взглядами. Сегодня Россия – страна изгой. Даже на экономический форум в Петербурге, ранее именованный как российский довоз, приехали лишь представители талибанной организации, признанной в России террористической. А речь президента Казахстана и вовсе стала неожиданностью для Путина и отнюдь неприятной. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. И что значит лишь одно – России вряд ли удастся собрать вокруг себя единомышленников в противостоянии с Америкой. Единственный, приехавший из приличных лидеров – это лидер Казахстана, сделавший достаточно хамский выпад в сторону Российской Федерации в присутствии Путина, указав на его место. Я вообще не помню, чтобы казахские лидеры вообще когда-нибудь так резко говорили, а относительно России – то вообще нонсенс. Это свидетельствует о том, что накипело. Не будет уже никакой коалиции, Россия токсична, уже принято решение по стратегическому поражению Российской Федерации, чтобы она вообще следующие 50 лет не смогла производить агрессивные действия. Даже Индия и Китай не готовы открыто вступиться за Россию. Китаю теоретически, судя по началу военной операции, ему интересна Россия для того, чтобы подорвать НАТО и мировую безопасность. Но Россия проявила такую слабость, что сейчас она никому не нужна. Сегодня Путину ничего не остаётся, как убеждать своих граждан в том, что Россия воюет не с Украиной, а с самим НАТО, чтобы после оправдать своё поражение в этой войне. Мол, силы были неравными. Ну и, конечно же, угрожать ядерным оружием и шантажировать глобальным голодом. И здесь успех или провал России зависит лишь от решительности Запада, считают эксперты. Юлия Грановская, специально для информационного марафона Freedom, на телеканале UA. Давайте мы продолжим эту тему. То, что мы сегодня несколько раз уже сказали, антиамериканизм. Можем ли мы утверждать, что действительно это такой немаловажный фактор, что уже не первые годы, не первые десятилетия, даже десятилетия, что именно антиамериканизм есть такой основой госполитики в Российской Федерации. Больше про это всё знает наша гостья Галина Яворска, доктор филологических наук, профессор политологии, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Галина Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Ну, на самом деле... Здравствуйте. Доброе утро. В материале наших коллег, которые мы сейчас смотрели, очень часто вспоминался этот экономический форум в Санкт-Петербурге. И на самом деле там очень часто звучало и вспоминались США, Америка, Дип-стейт. Вот Маргарита Симоньян вспоминала и задавала вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Путину по поводу того, что вот есть ли у нас какие-то такие на сегодняшний день в Российской Федерации подобные приоритетные моменты, как вот Америка, там Дип-стейт и так далее, и так далее. Я хочу поговорить, можем ли мы утверждать, что антиамериканизм, потому что часто очень вспоминается Америка, я думаю, что вот, да, средства массовой информации российские практически во всех своих ток-шоу еще до момента полномасштабного вторжения всегда вспоминали Украину, но в то же время еще более часто вспоминают и Америку, и понятно, в каком контексте, в негативном контексте. Вчера в новостях было падение Джозефа Байдена с велосипеда, извините. А, серьезно? Ну, это очень важно, судя по всему, по-видимому, да. Мы можем говорить, что действительно антиамериканизм, и вот это понятие стало основой, даже не стало, а уже на протяжении десятилетий является такой идеологией государственной политики Российской Федерации. Ну, это вообще трудно сказать. Да, антизападная настроенность, конечно, для политики России очень свойственна. И я хочу сказать, что еще с 2014 года было ясно, что Россия пытается рассказать, что у нас, в Украине, они воюют с Западом. И, конечно, воплощение Запада – это Соединенные Штаты Америки. Но я хочу сказать, что мне трудно определить, является ли это основой их идеологии. Да, Путин сказал на форуме, что их наказывают. То есть это, в принципе, не столько, ну, на мой взгляд, это не столько стремление оправдать поражение возможное в Украине, а сколько показать, оправдать поведение России, которое не подчиняется нормам международного права. И вот это самое главное. Вообще, я знаю, что существует такое мнение, что они хотят оправдать возможное поражение в Украине, но на данный момент, на мой взгляд, об этом, к сожалению, они не думают. И поэтому антизападная и антиамериканская риторика, она традиционна. Только одно, что изменилось сейчас, что если раньше это, так сказать, воспринимали в мире, ну, снисходительно, я бы сказала так, то сейчас, конечно, это вызывает неприятие и удивление, и все остальное тоже. Галина Михайловна, я хочу просто вспомнить, вот я сейчас специально открыла, в конце января 2022 года, буквально за месяц до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, в России очень активно начали обсуждать законопроект, я вот сейчас зацитирую, прочитаю для того, чтобы дословно, об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Тогда его даже обнародовали для публичного ознакомления. И вот как раз там был такой пункт, который был связан именно с антиамериканизмом в проекте, что было сказано, угрозу традиционным ценностям несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональные корпорации, иностранных некоммерческих организаций и так далее, и так далее, и так далее. Но тогда, потом, в феврале, если я не ошибаюсь, приостановлено было обсуждение этого документа. Потом было перенесено это все на март. Ну, а потом мы все знаем, что дальше происходило. Я к тому, что вот это вот как подтверждение тех слов, которые я озвучила, то, что вы говорили. Вот если такой документ вынесен даже на обсуждение, оно еще и не подписан как указ президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это про что может говорить? Про то, что действительно, ну вот такую нелюбовь, я так позволю себе сказать, нелюбовь к Америке даже хотят на законодательном уровне подтвердить? Или про что это может говорить? Ну, это говорит о том, что они ищут оснований для того, что они называют своей духовностью и своей отдельностью и непохожестью на всех. И так как, я не помню, как сказал Путин на Петербургском форуме, что если кто-то ведет себя не так, он слово какое-то употребил, то тогда, конечно, все этим недовольны. Вот они отстаивают право вести себя не так, как все, а так, как они полагают нужным. И Америка тут, ну, это точка отсчета вообще, это, естественно, наследие холодной войны, когда было две сверхдержавы, СССР и Соединенные Штаты. И, собственно, вот этот антиамериканизм, это попытка утвердить себя, Россия, как супердержаву, которая на равных с Соединенными Штатами. Хотя, конечно, они и сами говорят о том, что мир стал многополюсным, хотя это тоже, так сказать, такой прием не совсем правильный. И то, что Россия хочет, брецая ядерным оружием, напомнить о своей силе. Сила ее заключается в том, что это страна, которая имеет ядерное оружие, больше ни с чем. Елена Михайловна, один из основных аспектов внешней политики Российской Федерации, того же Владимира Путина, это создание многополярного мира. Об этом и он говорил в своих программных речах, об этом говорил господин Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, ну и другие представители политикума Кремля. Чиновники, другие люди, собственно, тут даже можно фамилию не подставлять, но создание многополярного мира с одним из полюсов Российской Федерации, это одна из главных задач. Но в современном мире Российская Федерация вообще занимает хоть какой-то полюс. Ваши коллеги-эксперты из разных западных институтов называют несколько государств. Это Китай, США, Российская Федерация, ну и Индия. В ближайшем будущем. Российской Федерации там не то чтобы не видно, ее даже там не слышно, ей точно не пахнет тем русским духом, который Владимир Путин хочет внести в один из полюсов этого многополярного мира. Как вы думаете, что вы думаете по поводу этой темы? Является ли Российская Федерация одним из полюсов этого мира? Нет, ну если речь идет о сверхдержаве, то, конечно, Россия таковой не является. Посмотрите на ее ВВП. То есть не на Путина, а на внутренний валовый продукт. Вот это, естественно, страна, которая не может претендовать на то, чтобы быть сверхдержавой. Сейчас, ну, во-первых, эти термины вообще не слишком употребляются, потому что времена Холодной войны ушли в прошлое. Но сейчас две самые крупные силы в мире – это, конечно, Соединенные Штаты и Китай. А еще раз я повторяю, что именно наличие ядерного оружия, и это очень опасно для всего мира, оно дает возможность России говорить о себе и требовать, по крайней мере, на уровне заявлений, места себе вот надлежащего им, как они считают, в новом мировом порядке. Ну, это, конечно, все весьма парадоксально, потому что Россия сделала очень много для того, чтобы нарушить основы мирового устройства и нарушить все договоренности. Эта война в Украине полномасштабная это подтвердила. Но сейчас мы пребываем в таком положении, что только можем пока смотреть, куда это все выходит. Но дело в том, что вот претензии России раньше они воспринимались более серьезно, а сейчас, так сказать, я просто улавливаю, что достаточно ироничное отношение со стороны мира к этим заявлениям России. Ну, антиамериканизм – это попытка показать, что они на равных, на равных с Соединенными Штатами, но на равных только, реально только в ядерном вооружении. Это отдельная тема, которую следует обсуждать, но сейчас, в общем-то, меньше говорят о возможности применения ядерного оружия России, потому что нет... Ядерное оружие, Евгения Михайловна, это тема огромнейшая, и, скорее всего, не получится на несколько часов разговоров. Да, 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 конечно, да. Возвращаясь конкретно к политике Кремля, «Нью-Йорк Тайм» в своей редакционной статье анализировали вот сегодня уже вышесказанные, вышеупомянутые выступления президента Российской Федерации на Питерском международном экономическом форуме, и говорили о том, ну, собственно, главный итог, он заключен в заголовке этой статьи, и она называется, что Путин говорит, что Россия будет процветать без Запада. Окей, хорошо, давайте воспримем подобное заявление Владимира Владимировича как истину. Возможно ли экономика Российской Федерации без инвестиций от Соединенных Штатов Америки? Более того, если даже не говорить об инвестициях, о технологиях. Ведь Российская Федерация, один из столпов Российской Федерации, это армия, это военнослужащие, это техника. Техника, в которой есть технологии от Соединенных Штатов Америки. Риторический вопрос, но тем не менее, а Россия вообще возможно без, ну, давайте так уже возьмем, в общем, без Соединенных Штатов Америки, без помощи от США? Ну, что касается технологий, того вообще, о чем вы говорите, может ли современная страна существовать в вакууме и быть абсолютно изолированной? Конечно, нет. И они сами говорят о том, что они будут искать нелегальные пути обхода санкций наложенных. Но одновременно это же и накладывает ограничения на амбиции быть мировой сверхдержавой. Потому что одновременно быть страной пари и быть сверхдержавой, это вообще никому не удается. Да, они рассчитывают на то, что будут, найдут пути для того, чтобы доставляли технологии и все остальное, чего сейчас нет. Но мы сейчас пока не видим, как это будет происходить. Во-первых, об этом знают, о намерениях России. Да, конечно, в определенной мере, очевидно, удастся обходить санкции. Но какой, мы не знаем. И потом, просто еще не ясно, как это все будет, потому что еще никогда не было такого объема санкций, который сейчас наложен на Россию. — Галина Михайловна, мы услышали вас. Говорим огромное спасибо за то, что стали частью нашего информационного марафона «Фридом». Напомню, что Галина Яворская, доктор филологических наук, профессор политологии и главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, была с нами на связи. Также тема антиамериканизма будет далее в нашем эфире. Будем копать до самых начала. Откуда вообще появилась антиамериканская риторика Кремля? Почему Владимир Путин и его прихвестник? — Какой был момент, когда это началось? Мы не будем сейчас забегать наперед, но это очень важно. И что же произошло? Я думаю, что наши зрители, все, кто нас смотрит по всему миру, и в Российской Федерации, все помнят, как россияне разбивали свои планшеты, выступая про... Помнишь это, да? Планшеты разбивали. — Айфоны, айпады. — Айфоны разбивали. Есть еще... Ну, я понимаю, что к этому можно относиться по-разному, но есть бабушки, так они и называются, которые поддерживают Путина, которые очень часто обращаются. Вот недавно они обратились к Джо Байдену, они ему рассказывают, что делать и как делать. Они обращались к Илону Маску и тоже обращали внимание, что вот мы без тебя, Илон, они говорили, сможем все сделать для того, чтобы тоже осваивать и продолжать осваивать космос. То есть я понимаю, что эти такой... Я не знаю, как их правильно назвать, этот коллектив бабушек. — Отряды Путина. — Отряды Путина. — Я имела в виду не название даже, а вот как бы их назвать, вот этот коллектив... — Нам в эфире нельзя такие слова говорить, я думаю. Вот поэтому... — А, то, что мы думаем. Ну, суть в том, что даже вот на таких простых примерах вот часть россиян показывали то, что, ну, им Америка, скажем так, является враждебной, недружественной, я так скажу, страной. И вот, кстати, именно США занимает, это официальные данные, первое место в рейтингах опрошенных россиян как недружественная страна. В этом году такого мнения придерживается 73% респондентов. Ох, сколько планшетов будет побито или уже побьют еще. Таких в 2021 году было 66. Следующие за Соединенным Штатами Америки идет Великобритания. Ее стали воспринимать как враждебно настроенную к России около половины респондентов. На экране вы видите как раз цифры. В прошлом году цифра не достигала и 30%. Польша в глазах россиян тоже не заслуживает статуса дружбы, считает 41% людей. В то время как в 2021 году цифра была вдвое меньше. Кстати, Украина вошла в пятерку врагов России с показателем 40%. Ну, это, кстати, неудивительно, и в прошлые годы точно так же было. Но цифры были другие. В прошлом году недружественной России и Украину считали 31% опрошенных. Это данные, опрос российско-аналитического центра Левада. Ну и тут не надо гадать. Еще раз. США, Великая Британия, Польша. Я думаю, что вы сами можете ответить на этот вопрос. Почему именно эти страны? Единственное, если вы еще не додумали ответ, я вам просто скажу. Это те страны, которые сейчас и на протяжении, и не только последних четырех месяцев, а еще и до этого активно поддерживают Украину в различных направлениях. Но в то же время друзьями Российской Федерации, своего государства, россияне продолжают считать Беларусь. Это наиболее дружественная страна. По опросам Левада-центра, аналитического центра, за это проголосовали 72% опрошенных. Второе место устойчиво занимает КНР. Половина респондентов считают Китай соратником Российской Федерации. На третьем месте Казахстан. Его считают дружественным. 28% опрошенных. Кроме того, в первую десятку вошли Индия, Армения, Азербайджан. Еще раз напоминаю, это данные от Левады-центра. Ну и скажу так. Наши зрители, которые сейчас проживают на территории Российской Федерации, которые не согласны с кремлевской политикой, с Владимиром Путиным и его прихвостнями, можете писать нам в наши социальные сети о ваших. А кого вы считаете дружественным государством, недружественным государством? Доверяете ли вы подобным данным? Входите ли вы в процентную составляющую подобных данных, которые наводит в том числе Левада-центр? Потому что закрадывается сомнение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, всегда говорит о том, что абсолютное меньшинство не поддерживает войну в Украине. Ну, Песков говорит, специальная военная операция. Но, тем не менее, есть огромные сомнения. Есть сомнения, что именно меньшинство россиян не поддерживают войну. Мы верим, мы знаем о том, что огромное количество представителей Российской Федерации не хотят этого, ну и точно не видят Украину среди врагов, среди вот этого расстрельного списка.